Артефранс, КС Визион и Национальный Центр Фотографии представляют фильм из сериала по идее Уильяма Клайна «Контрольные отпечатки». Томас Штрут, режиссёр Жан-Пьер Криф. Как фотограф я начинал очень наивно. И чем больше я фотографировал, тем яснее мне становилось, что я не хочу демонстрировать свою внутреннюю жизнь, а хочу говорить об окружающем мире. Моя главная тема – это история. Меня интересует, как соотносится опыт отдельного человека с историей общества, то есть как люди уживаются друг с другом. Отсюда и мой интерес к городу, поскольку город – это феномен, с которым сталкивается каждый. За свою жизнь я снимал примерно в 50 городах. И некоторые из них очень важны для меня. Например, Неаполь и Рим. Особенно Неаполь. Здесь многовековая история выявлена в повседневной жизни. То есть люди живут на тех же средневековых улицах, то и в 13, 14, 15 веке. Можно сказать, что как город Неаполь развивался хаотически. А в Риме мы имеем дело с совсем другим типом воплощения городской среды, который существует на протяжении последних 2-3 тысяч лет. То есть Рим в некотором роде противоположность Неаполя. Улицы представляются мне человеческим подсознанием. Я думаю, что отсутствие людей на моих снимках как-то связано с тем, что философ Вальтер Бенемин назвал местом преступления. Есть улицы и есть города, где жили люди, и они запечатлели в них свою историю, которую можно прочитать и сегодня. Как будто актеры только что ушли со сцены, ушли на полчаса или на полдня. И сцена, созданная всеми, кто здесь живет, открыта для созерцания. И еще мне важно показывать исторические места в их историческом измерении. Поскольку мне, как немцу, родившемуся в 1954 году, пришлось столкнуться с тем, что во времена фашизма и войны история была прервана. Большинство моих уличных фотографий черно-белые, поскольку речь идет об абстракциях. К тому же они небольшие, размер отпечатков 50 на 60 сантиметров. Ведь здесь речь идет о своего рода тексте, который должен быть прочитан. Можно сказать, что эти небольшие черно-белые отпечатки похожи на увеличительное стекло. Они позволяют создать очень мощный фокус, причем не только в игре света, но и в игре ума. На снимках китайских и японских улиц уже появляются люди, потому что в азиатских странах общественная жизнь происходит главным образом на улицах. Иногда очень важно следовать за самой природой материалы. Иными словами, в Азии глупо дожидаться, пока улицы опустеют. В 87-м году я был в Токио, в районе Шибуя, который меня очень заинтересовал тем, как там взаимодействует уличная реклама и элементы архитектуры. Я начал снимать площадь в цвете. И с тех пор цвет играл большую роль, ведь цвет сам по себе способен создать очень сильный и точный образ современного мира. А потом от архитектурной фотографии от изображения улиц я пришел к портрету. Моя идея портретной фотографии была такова. Не просто показывать то, что лежит на поверхности, но отважиться на высказывания. Показать портретируемую в некий момент истины. Причем таким образом, чтобы зритель мог это легко прочитать. Можно сказать, что меня интересует аура человека. Вообще состояние, в котором находится тот, кого я фотографирую. То есть я не фотографирую незнакомых людей на улице. Я снимаю только тех, с кем уже встречался прежде, о ком успел составить свое представление. В процессе съемки внутреннее состояние людей все время меняется. Потом, когда перебираешь негативы и контрольные отпечатки, сделанные в одной и той же обстановке, видишь, что на некоторых снимках вот в эту долю секунды человек вообще отсутствует. Он мысленно где-то в другом месте. Более того, я считаю очень важным, чтобы у людей была своего рода защита. Если они смотрят в объектив и знают, что их снимают, у них есть определенная защита, определенная стабильность в пространстве, где они сейчас находятся наедине с собой. На этой фотографии 1987 года Ханна Герта Хартман и ее дочь Яна Мария Хартман. Янной Марии было тогда около пяти лет, и в некотором смысле роль защитницы, которую обычно выполняет мать в отношении ребенка, здесь несколько повернута. Дочь охватила рукой шею матери, у матери открытый женский взгляд, а девочка смотрит чуть задумчиво, отчасти потому, что не вполне представляет себе, что же, собственно, происходит. При этом надо помнить, что стоя на расстоянии пятидесяти сантиметров всего полметра от объектива, они не только выдерживают эту близость ко мне, фотографу, и к моей камере, но и демонстрируют редкое самообладание в выражении своего эмоционального состояния. Это выражение, разумеется, сильно меняется от кадра к кадру, от негатива к негативу. Вот другая фотография из той же сессии. И здесь у девочки более отсутствующий вид, а взгляд матери слишком мягкий. Что во многом обусловлено самой ситуацией, в которой она находится. Поэтому я не использовал это фото. Когда проводишь так много времени вместе со своими героями, у тебя складывается концепция. Вдруг возникает такая атмосфера, когда начинаешь понимать, каким должен быть правильный снимок. И тогда люди сами принимают те позы, в которых им удобно. портретные фотографии я в основном занимался семейной съемкой. Для меня эта тема всегда была важна, поскольку семья это то, что есть у каждого. И обстоятельства жизни человека во многом определяются его семьей. В двух других моих сериях, посвященных музеям и церквям, люди в кадре как бы играют роль моих зрителей, представителей моих зрителей. Причем выбор посетителей музея особенно важен, ведь существует некая внутренняя связь между персонажами, изображенными на картинах, и зрителями, которые стоят у этих картин и попадают в объектив моей камеры. Если такой связи не возникает, значит фотография не получилась, она не становится образом. если говорить о церкви, то произведение искусства, которое мы видим здесь, находится на своем исконном месте. Другими словами, мы имеем дело с аутентичной средой. И поэтому, в отличие от музея или от книги, в церкви не возникает проблемы восприятия произведения искусства. Это была какая-то новая века в отношении людей к искусству. Ведь прежде все было устроено иначе. Сами картины были предметами религиозного культа. А во времена Возрождения эта связь постепенно разрушалась. То есть, у картин еще были религиозные функции, но они уже не воспринимались сами, как сакральные предметы. А вот пейзажная съемка, съемка растений, позволила мне освободиться от тех изобразительных критериев, которыми я руководствовался прежде. после улиц, после семейных портретов, после музеев. Для меня это было погружением в более глубокое жизненное измерение. В 90-е годы, когда закончился политический конфликт между Востоком и Западом, возникло ощущение, будто мы начинаем все сначала, с нуля. Как мы будем жить, о каком рае мы мечтаем. И я тогда подумал, хорошо, я сфотографирую рай в образе джунглей. Джунгли это некая основа, но ведь за деревьями мы не видим леса, мы не видим, что нам здесь делать. Это своего рода метафора. Я долго искал для нее название, а потом все-таки остановился на слове рай. Подходящее название, в меру ироничное. мне кажется, что способность читать фотографии сегодня еще недостаточно сформирована у людей. И поэтому для фотографа так важно говорить максимально точным языком, чтобы тебя правильно поняли. Монтаж Артюр Гибер, продюсеры Тьерри Горель, Лучано Регулини. Производство Артефранс, Кайс Визьон и Национального Центра Фотографии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Национального Центра Фотографии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова